Я хотел подарки сделать вам. У меня вышло из печати 38 книг, но одна книга, до Слово Божие, 24, а они библиотеки у Путина, Веде, у Патриарха и Кирилла. Я проехал до ряда библиотеки, начиная с Алтайской, проехали в Владивосток, находкой в каждый город и по районным центрам. И проехали мы всю страну, шесть инсульманских республик, Чечня, вышли через Баржан, Грузию, Армению, прошли Турцию, в Афинах, там на конце знакомые живут, там у них библиотеку подарили, переплыли в Италию к папе римскому, франциску и виннику подарили. Прошли до Лиссабона, я там в храм проповедовал, прошли полностью Скандинавию, переплыли в Прибалтику и вот мы думаем, это мы в общей сложности посетили за три летних сезона, по два с половиной месяца примерно было, 450 городов и сел. Это мы только дарили, вот один комплект, это у меня 38 книг, ну так, заниженная стоимость 750 июня, умножить на 450, у меня минимальная пенсия, это Бог так сделал. А о чем книги иногда спрашивают? Ну вот это вот Новый Завет, полное толкование с апокалипсисом, это впервые за 2000 лет с апокалипсисом и лучший иллюстратор Гюставо Даре, 230 картин. Ну вот посмотрите, мы их раскрасили, показали, посмотрите, как она видна. Это я принес подарить вашему музею. Замечательно. Потому что иногда люди соприкасаются, хотят об облагословении этих епископа. Я был в свое время репрессирован и помилован только в 87-м году. Судили, краевый суд здесь, в этом здании судили. У меня почему? Я последний осколок в ГУЛАГах, после меня уже никого не было. И в 87-м году, видите, я вот еду. Это выводит меня из этого здания арестованный. Это официально. Это вот книга, это от сборных документов. Мы с нуля строим православную деревню. Мы не просто говорим конкретно. Вот 360 сел разрушены. Мы получили статус в Мамонтский район. Наш устав зарегистрировал в краевом отделе юстиции. А это 10 из классики. А остальные Гюставо Даре и иллюстрация Библии. Это издание, по-моему, они не могут издавать. Это горно-алтайская типография. Показывали, как в библиотеке Путина стоят эти книги. Книги от библиотеки Ленина в Москве, исторической и парламентской. А как дары принимали у вас, особенно католики? Везде. С благодарностью. Вот, допустим, говорят, в Чечне только лежит голову. Никогда не надо ехать в Турцию. Я ничего не опровергаю. Но с нами было не так. Мы ночевали в доме Мулы. Собираются люди. Мы беседуем. Зашел в мечеть. Мы открыто молимся, как православные. К нам другое отношение. Они верят, кто мы. Это Бог так располагает. Ну, мусульмане-то признают Христа. Они даже более правильного толкуют, чем католики. Я, главное, не опровергаю ничего, но говорю, с нами было все по-другому. Где бы мы ни были, совершенно незнакомые люди старались помочь. И все понимали, что миссия у нас совершенно необычная. Мы заранее отсылаем 4 тонны книг, допустим, в Росовскую область. Ничего у нас в Калуге было. И каждую неделю возвращаемся, заправляемся 25 экземпляров. И дальше идем по району и до севера. Но у нас поломка машины была, и неоконченное дело. Должны были дойти мы до Мурманска. Вот, посмотрите. Тут там масштабы, конечно. Вот, то есть это вот такое полное, чтобы с откровением, это первые за 2000 лет книги. Эти книги не просто оригинальные, они единственные. Вот они, начиная с Алтайской, тут Шишковки, все книги находятся здесь. Вот, посмотрите. И вот даже закладки какого цвета? Желтый, это означает белый, другого нет. Синий и красный, свет российского флага. Я всем неоднократно, многократно, много лет вел занятия в университетах здесь, во всех отделах милиции. И спрашивал, что означает российский флаг. Без надписи, просто три полосы. Ни один человек не знает. Это флаг вненациональный, внерелигиозный, вневременный. Он единственный за всю мировую историю, который говорит о земле и о небе. Это дар Божий. Это доказать даже в течение пяти минут можно доказать. А на современный русский вы сами перекладываете? Это перевод был. Это уже сделано. Это перевод, вы о переводе спасили. Это синодальный перевод. Переводили четыре духовные академии. Закончили в 1876 году. Одобрено синодом. И все патриархи издают только синодальный перевод. Никаких других я не признаю. Хотя о нем неизвестно. Считаю бульгаризированное и нет пренебесного звучания. Это самый лучший синодальный перевод. Видите, это картины мы сами раскрасили. Гестава Даре. Лучшая иллюстрата Библии. 230 картин Гестава Даре. И 10. Все книги сшиты на офсетной бумаге. Это издание. Господь просто благословил. И я их издал для того, чтобы... Вот я начальник детского лагеря. Детского. Основатель его. 42 года начальник. И у нас тысячи детей были. Без помощи государства. Без единого рубля. Мы говорим конкретно. Вот вопрос. Я не люблю слово проблемы. Они употребляют. И вот как решаются. Простой человек. Простые мои товарищи. Друзья. Мы собираемся. Вот, пожалуйста. У нас главная нужна к России должна встать висеть. И дети скандируют. Россия. Это мы. Понимаете? Это надо видеть. И все это заснято. Владимир, еще раз. Посмотри. Так, ладно. Я сейчас подвижу. Да. Патриотов растите. Да. Мы стараемся, чтобы с миссией мира проехали мы. Это люди увидели и поняли, что в любой ситуации можно начинать с нуля. Я вам и вашим друзьям оставлю наши визитки. И здесь видеоканал. И на нем 2700 наших роликов. 2700. Как деревня строится, как лагерь, как мы едем, где выступаем, дорога, в разных государствах. Вот все там, это мои телефоны. А на обратной стороне более подробно. Так что здесь все официально. Книги в двух экземплярах находятся в Алтайской краевой библиотеке. Это я для ваших друзей еще дам. Спасибо, Натин. Скажите, а вы за судьбой своих детишек следите, когда они вырастают потом? За судьбой это невозможно. У нас были дети, начиная... Да бывают тысячи, я понимаю. От Одессы. Да, видим. Главное, наши дети никогда не попадают под дедовщину. Определенно. И если они дальше где-то живут, стараются поддерживать эту связь. А потом приезжают уже со своими детьми. Лагерь необычен тем, что нет возрастной группы. От 7 месяцев до 72 лет. Все в одном отряде. Да, может с родителями быть. А там надо видеть. Там ничего нет, одна бедность. Тут такой был зам главы администрации Шойхи. Да, знаю. Мы близко знакомы. Хороший врач еще был. И у нас там борьба была с анапидемстанцией, мы не соответствуем их нормам. Мы в степи, передбежной лагерь, никакие нормы. А они просто решили компартию. Они не могут меня простить, что я в свое время в первой стране распростанил архипелаг Булак. На 10 лет раньше нового мира. Недавно российская газета об этом говорила. И так как это подмывало их устоя, ну они маленько недовольны. Вот так. Это смело. Все книги сшиты. Так что вот эту книгу, вот это предисловие. Вот посмотрите, сколько сказано. Сорок лет материал книги собирался. Это по крупицам. Но материала, вот это тоже ему аналога просто нету. Понятно, диссертация защищает свои люди. За рубежами. Тут надо еще учитывать следующее, что у меня нет никакого образования гуманитарного. Я просто строительный техникум окончил, не давали работать. Жизнь поработал пищевиком и сторожем. Остальное самоуку. Про светское говорите? Да. Ну, я просто всю жизнь учился. Тут-то вы по богословию, наверное, уже профессор стали. Ну, у меня по профессорской ставке проводили, когда я его занял. О, тем более. Да еще с какими-то накрутками. От Алтайского государственного технического университета. Я сказал, тут ухаживали мы за одной больной бабушкой, она умерла. И там много было фотографий. А я тут узнал другие музеи, музеи образования, и туда все снес. Вам принес одну только, вот маленькую. Вот, что там, видимо, справляет день памяти Натсона Семена Яковлевича. Я пораньше, если было здесь, привез огромные большие фотографии. Там со священниками. Она была директриса, видно. Вот. Ну, я захватил одну показать. Вот, посмотрите. Это вот Володя как раз и стоит, он снимает. Это мой брат, он Таилей. Родной брат. В деревне первым делом мы храм строили. Ну, а дальше у нас правила какие? Это вот молодежь. Вот бракосочетание. Венчание дожили. Зато здесь, вот, Ползунова 6, рядом. Он закончил экономически, а она с красным дипломом медицинский. Это Володя принимает крещение как раз. Это батюшка приехал с Грузии, евреи. Вот говорят, евреи то, другое в стране. Ну, я говорю, ну, хорошо, евреи. Он еврей, приехал ко мне. А из дома моего вышел православным. И стал православным батюшкой. У нас есть возможность бороться. Но оружие только одно, любовь. Другого не дано. Ну, да, любовь. Это потеряет. Вот она после крещения, Володя вот идет, и те, которые приняли это. А это только принимает. А там все на фотографиях. Но все это и в видео, там вы найдете. Там плейбисты разные зарядить только. Вот про Золотухину тут недавно два листика. Да, мне Лен Владимиром показывает. А вы когда зайдете на канал, примерно сейчас от начала, от пятой, и написано Золотухин. Как встречали? Муж Марину, его на крыльце встречали. И дальше как было? Ролик. Это девушка одна принимала, а это гаторка, вот этот ее хвост. Это патриарх. И это наш отчетиста. Как-то вы с Золотухиным прям осадили его. Здорово. Я почитал вашу беседу, пересказ. Ну, как ее. Я верующий, но ни одного слова даже нельзя не прибавить и убавить. Как было? Как было? Вот у меня беседы были с Александром Менем, убитым священником. И я делал три радиопрограммы одновременно и телевидение. Ну и вот видите, крестный ход идут. Ну и там мы говорим, я возражаю ему и стали звонить. Три радиопрограммы было полных. Как тогда вы? Я говорю, ну, я могу, а вы не можете. Почему? Потому что он был живой. Не так, что умер лев, и я легну его пенсионеру. Я живой, и он живой. И мы сидим, разговариваем. Разговариваем о делах очень важных. И этих разговоров нигде больше нету. Потому что это наши домашние разговоры с ним. А то, когда человека нет, а, плохой Горбачев там и прочее. А мы молимся, что Бог обратил ее. Слишком большие дела мы творили. Ругать не надо. Сегодня там клеймят. Вот сейчас, вчера как раз о Немцове я говорил. Последние его выступления были, о Путине. У меня никаких отношений нету с Немцовым, плохих. Но то, что он говорил в последнее время, я выстроил в ряд тех, кто говорил, ни одного живого нету. Что говорил Березовский. Что в последнее время Новодворский говорил. И все эти люди исчезают по какой-то причине. Он знал, что обязательно его посадить надо и опетушить, то есть изнасиловать. Ну куда-то годится. Нам дано одно право правителям молиться за них, чтобы Бог вразумил, мудрые законы издавали и хранили народ свой. Как Солженицы говорят, сбережение народа. Мы православные, поэтому нам не надо ничего. Я 50 лет миссионер. В моем доме многие пришли из сектантов, стали православными батюшками. Это вот он, врач кровавой больницы здесь, в Барнадуле. У нас люди очень хорошие. Увиден, что великие, светлые глаза такие. Ну, открытость. Понимаете, вот это... Сейчас таких лиц не встретишь. Не, не позаглаза шептать. Вот я сейчас вышел бы и стал бы говорить, у нас это не принято. Я недоволен, что вот у вас так-то... Я выбираю моменты сказать, вот это можно исправить. Потому что мы здесь для того и встретились, чтобы перед Богом предстать. И на суде можем сказать, Господи, Твоим талантом, данным мне, я воспользуюсь вот так-то. И чтобы вы порадовались и я, что была наша эта встреча. Потому что если мы делаем правду, это Володя причащается, то у нас обязательно будут друзья и будут враги. Не надо, а как же так враги? У Христа были враги и распяли? Чего удивлять это? Таких людей нету. Если ты все правильно делаешь, и все тебя не могут хвалить. Христос сказал горе вам, если все люди будут говорить о вас хорошо, это значит, я старался подлизываться. Эти книги написаны вот у меня, а они все написаны без приглядов в глаза. Вот эта книга, это документы. Где бы ни открыло, то что печатали, что говорили. На суде, вот судья, что говорит, это записано тайно было на пленку, а потом отправили в Париж, и оттуда пришла газета, и вот это, как судили меня, в этом здании, где мы стоим. Что говорит судья, что говорит прокурор, что говорю я, что говорят свидетели. Видите, параллель. А эти свидетели живы еще? Живы. Конечно. А публиковать-то никакого сомнений не было. Париж, который курировал КГБ, он приезжал, книги покупал. Он полковник КГБ на пенсии. Судья приезжал, книги брал, потому что он говорит, это я здесь, это мои сладости, что мы выдумывали. Какой тайник? Это книги. Ян Златоус жил в 4 веке. В 4 веке. А подгоняли-то под статью антисоветскую. Политическое статья. Это перед дворцом спорта. Тогда был такой момент очень тревожный. Громить собирались коммунистов. И трибуны. Я проходил мимо, меня увидели, и милиция прям бегом подскочила, меня и на трибуну первого поставили. Я стал говорить, и после этого весь накал ушел, и ничего больше не было. А думали, что ага, я антикоммунист. Я никогда им не был. Я объясняю, что надо жить по любви. Если тебе Бог дал какую должность, вы еще и еще раз посмотрите, что вы еще можете сделать, чтобы Бог не спросил потом с вас. В Библии написано, будет строгое взыскание на суде Божьем с начальствующих. С меня спросится, как с печника, дымят печи или нет, тепло или нет. Но если я занимаюсь с детьми, из меня спросится, как вы сказали, какая дальнейшая жизнь. Я встречаюсь здесь, в этих двух домах идут ребята, один в кадетском каком-то училище, здесь учатся. Эти люди совсем почти неверующие. Но я беру верующих. Родители могут быть неверующие. Они говорят, да ребенок вот крещеный, я вижу, что никакой. И у меня он не просто лагерь, он со своим уставом может продляться. Дальше кончился сезон у меня месячный, а не двух, не десять лет. Вот. И дается ему характеристика с проглядом на будущее. Характеристика, которая говорит, согласно того, что было в жизни, примерно вот у него будет так. И как правило, почти всегда так и есть. На что обратить родителям внимание? Родители разные. У нас строго на православных узких обычаях. Все с поясами. Вот он, поясок. Видите как? А так должен быть поясок. Почему удивляться? Лев Толстой стоит, показанный как. Вот домой приезжает, в который родители бывают, отец не расположен. Ну что тут какая-то? Ну убери. А другая мать, с Новосибирской ребенок был, она стала его мыть, она говорит, мама, снимать нельзя пояс. А ты его не снимай, но ты развяжи, его держи за один колец, я его постираю, потом за другой. Понимаете? Понимаете. А, да. Потому что снять это просто. А распоясанного хулигана его не надо учить, он уже распоясался. Собранность во всем должна быть. Я вам говорю, в войну отступали под самую Москву, осмотрели строго застегнутые ленинги. Вот так. Почему? Потому что это собранность. Человек. У нас лагерь необычный тем, что пойдем в 5 утра. Ну, надеюсь, как идет сегодня. С солнцем. В 5 утра. А ложится, ложится каждый день в референдум. Бывает, заиграется в футбол, там в оленгол. На первом месте мальчики. Это самая ценность. Девочка всегда вторичная. Но он должен так беречь пальцем, к ней не прикоснуться. То есть, на чем все строилось? Вот эта самовудрия, стыдливость, сегодня ничего нету. Развращение. Вот эти игры. Показан, какую опасную силу имеют игры компьютерные. А дети бесноватые. Я должен все это знать и показать. И как принимают? По-разному. Потому что к нам приезжают профессора психологии, услышали из Касовского института, с Москвы. Специально директор прилетела сюда, побыла, увидела. А где это? Вот это я взял в Манилах, вот это вот из японского, вот это взял из испанского. Показан. И каждому ребенку объясняем. И у нас висит специальная там дети знают откуда что. Кто изобрел мобильный телефон? Спрашивающие теления знают. А дети знают кто? Мартин Купер. А кто интернет? Стоят офицеры? Не знают кто. Тим Бернерсли. Все написано. Кто губернатор? Дети не только вера. Они должны здесь быть на уровне. Это все заснято. И вы все это увидите, если зайдете наши ролики. Хорошо. Как идет молитва, как встречаемся, о чем беседуем, какой обед, соблюдаются посты, отношения. Три раза в день полная разборка. Обзываться нельзя. Тут у кого-то дети же, бывает, ударил или сказал, обозвал. Тщательный разбор. Он должен признаться, что он виновен. Я его обязательно накажу. Но наказание соответственно этому. Какое? Ну, один был, девочку ударил где-то. Вот сегодняшний день будешь играть только с ней и защищать ее. Понимаете? У него особое отношение. Ты посмотри, она же видна, что красавица. Ты через 7 лет вокруг винтов будешь ходить. Ты что делаешь-то? И пересек. И вот он же видит, что Ира-то в самом деле не такая. Она беспризорница. Мать запилась. Ее нету. Нигде вся в шах. Сразу обработали. Он раньше услышал, обозвал ее в шивой. Девочка заплакала. Полный разбор взял. Теперь найди. Он проискал, ничего нету. Ну и что? Не правду сказал? Ну, теперь защищаю ее все время. А она корову доет, а девчонке 9 лет. И с бабкой молока выходит на трассу Бородного Сибирска продать, чтобы хлеб купить. Ты видал такую жизнь? Ну, ты прикинь, это к себе. Ты же с голову помер, Баира не умерла. А мама у нее запилась, а папу и она не видала в глаза. С одной бабушкой живет. Дети-то бывают изуродованные. Два парня, а родители оба за убийство сидят. Как их поднять? Как? И вот в этой нашей бороздра и обстановке показать, что теоретизировать много не надо. А надо конкретно начинать. Вот дети беспризорные. Я ими занимаюсь. Вот у нас много преступностей. 17 лет бесплатно работаю в тюрьме. Бесплатно. А они выходят, их рано или поздно выпускают. Они в Китае к нам. Я говорю, он вернется и тебе встретится и ты живой останешься. Оправдался? Оправдался. Что ты у меня сказал? Зачем ты с ними? Да они такие. А мы на Пасху покрасили яйца, принесли он силу и ты проследился. Попадают здесь не русские. Их тут на четвереньки ставят. А как ему выйти? А что вы делаете? Ничего. В первую очередь я стараюсь помочь ему, потому что другая ищут другие люди. А он выходит отсюда и ищет, где я живу, найти и отблагодарить. У нас такое огромное поприще. Вот на старинном, что у вас в музее и показывают. Смотрите, как трудно давалась эта книга, как ее писали, как на ней учились. Ну, то есть, я просто пример. Любая должность, если она не уничтожает, она должна только поднимать человека. Вот что? Примите да? Спасибо. А это, если у нас годится, маленько подреставрировать, увидите, видимо, память Семена Корченатсона была у них. 17-й год. На той стороне, маленько, там можно узнать, что там написано. Если вы с этим свяжетесь, с музеем-то, а по образованию, там могут быть у них очень похожие большие такие портреты. Скажите, Лапкин вам приносил, может, лишние остались? Я там крылья от гусей приносил, потому что перышки-то из них делают. Ну, мимо шел, увидел музей, заскочил, и сразу познакомились. А то-то здание-то для меня слишком многое говорит. Ну, да. И как я тут был, как суд, все абсолютно. Ладно, зла не держите, мы его осветили уже несколько раз, здание, так что все грехи постарались. тут, конечно, тяжелые стены были, вся атмосфера. Тут наши телефоны, вернулись к школам. Секретарь Марина Геннадьевна, мы близко, и поэтому ну, вы зайдите просто на видеоканал открытым боком, по-русски, зарядите или набрать тут эту. Да, понятно. И там все это увидите. Ложенг наш такой, никогда, нигде не входить в отчаяние, никогда. С нами Бог. Всегда поднимаю пальцы, говорю, а Бог? Да, невыносимо, да. Я не сто на меня, без вот, а Бог? И вдруг начальник располагается, женщины с соседнего купе просят молитвы, я не даю, а почему не отвечаете? Это нарушение порядка. Для них, знаете, я не нарушаю. И поэтому он дает бумагу мне, я пишу, и тут уже, а в одном, в другом купе уже другая обстановка. То есть, где бы ты ни был, вот абсолютно невыносимо, вот у нас была обстановка, нынешняя Швеция, когда сломалась, и полетел мотор, мотор, шестерня, брак, ехали на советской газели, на русской, перед ней на колени люди становились, фотографировали, Путин-Газель, Путин-Газель, вообще, и мы доехали, на эвакуаторах, на разных, назначили на паром, переехали в Литву, оттуда в Калининград, и только оттуда уже запросы, и мастерной горнулись, и машину сохранили. А на Нижневновг, они приехали, а там главный инженер, главный конструктор, все собрались, там бесплатно накормили, бесплатно отремонтировали. Сколько новых людей, это как светильники везде сияют, сколько у Бога добрых людей. Я всегда говорю, самое важное, что в вашей жизни? Я узнал, как много у Бога добрых людей, и почему-то они не встретились, и не просто, здравствуйте, до свидания, а приняли деятельное участие, помогали. Вот тут был Песоцкий, может, слышали? Ну, конечно. Главный банкир. Да. Один из главных помощников был. Ну, вот. Никогда не подумаешь, кто к тебе придет на помощь. Кажется, даже рядом подходить, страшно, к этому человеку. А этот человек берет, вот, библиотека имени Ленина, или библиотека президентская в Тюмени, громаднейшая, и как они принимают, у нас все заснято, и дальше другим предлагают. А приезжай, никого нигде неизвестно. Он берет с нами, идет, дает интервью, все это записывает. У нас все записывается. Мы запишем, это уже будет выставлено, что это мы были в Алтайском краевом музее истории, там, искусства, как полное название. Историю литературы, искусства и культуры Алтая. А вы являетесь директором? Да, совершенно верно. Назовите себя. Игорь Алексеевич Коротков. Вот. Мы обязательно это выставим. Потому что мы пришли с этой целью, что это здание освещено страданиями, краевой суд, и судили не только преступников, но и сейчас здесь тоже. Судили убеждения часто. Да. В том числе. Нам есть что-то вспомнить. Мы пришли с добром, нас хорошо встретили. Что нам еще живет? День освещен. У вас, может, вопросы какие-то есть? Да нет, я, собственно, вот это все узнал, спросил. Про вашу деятельность мы знаем хорошо и следим, конечно, за потеряем. И на слуху это ваша работа просветительская или такая педагогическая дейская. Как Бог делает так. Сколько можете воспитывать детей? Это нельзя даже продумать, когда все ахают. И вы это проехали. На русской машине. Ну, вообразите, я бы называю маршрут какой. Да, конечно. Какие моря, какие государства. В Испании как-то заблудились. Навигаторы сгорели. Люди не понимают по-английски. И мы все равно доехали. Незнакомый человек берется уже в самом Лиссабоне. По Лиссабоне, где русские. А у них как раз там был, кажется, прессольный праздник. Но как Бог устраивает? Года полтора или два назад там был отец Геннадий Фост, бывший преподаватель Томского университета. Менонит Немец в нашем доме у меня обратился. А теперь кандидат богословских наук, магистр в патриархии. И он там был и все говорил. И там сразу молва. Это через кого отец Геннадий пришел? Да там они встречают ту же старенку и вышли перед народом сделать сбор, помочь. Едем мы, ничего не знаем. Мы доверяемся Богу. Мы молимся ежедневно и говорим, господи, как тебе угодно. Вот сейчас видят, какая обстановка. Россию рвут буквально на части. Вот эта пятая колонна. Сколько Федоров говорил, сегодня послушал. А можно ли остановить это? Знаете, что у Бога за наряжен, нельзя остановить. Мы должны приготовиться. Приготовиться, научиться болеть и научиться умирать. У Бога общая разнарядка мировых событий известна. будет мировой правитель три с половиной года над всем миром. Денежная система ищет. Это абсолютно точно. Это нельзя изменить. Это пророк Дамиил говорит о Персидском царстве. Дальше Гречевское. Александр Македонский разделится на четыре. А этого ничего нигде нет. Я говорю, а можно изменить? Ну нельзя. Ну можно сейчас. Я хочу, чтобы вторая зима была. Не будет. Будет весна, будет лето. И за днем будет вещь. Сейчас Бог назначил. Я верю в Творца, который дал мне жизнь. И он меня спросит за все, что я делал. Как? Я был другим если я была встреча с Богом. Христос меня сделал другим. И чтобы я никогда никому не старался угождать. Только на добро угождать. И поэтому любое слово имеет какой-то особый оттенок. Вы даже прочитали золотухи, не говорите. Это совсем... Конечно, в книгу они там не включат это. Но для вас он выглядит уже за другой стороны. И вы внутренним голосом скажете, да, это так. Это действительно так. И Бог с нас просит за то, какой мы свет оставили. Свет или наследили просто. Вот так. Ясно. Ну ладно. Что ж. Храни вас Господь. Спасибо, Игнат Фихонович. Еще раз. До свидания. Спасибо за подарки. За то, что вы есть. Спасибо. Потому что это наша страна. У нас главный голубой роли. Вот в логерях Россия должна встать. Вот в это и будем веровать. Мы что можем сделаем? Конечно, нас мало. Маленькие мы иничтожные. Но мы любим нашего Господа. Я не хочу, как поставленная задача, истребление славянского народа. Я с этим не согласен. Комитет 300, знаете, они золотой миллиард там вы ставите. Мы должны, что можно сделать, людям указать на высшую цель. Жизнь дана для того, чтобы обрести Царство Небесное и быть со Христом. А все остальные дела наши, они этому должны содействовать. Храни вас Господь. Спасибо. Еще не забыл, Владимир? Нет. Я показал документы о реабилитации все. Чтобы было как. Да. Пошли. Слава, всего доброго. Слава, так, сфотографируемся? Давайте. Так, подожди-ка. Кого-то придемте, там попросим, там, Марину. Что, сцепились? А, пора. Мы хотели бы сфотографировать все тут на память. Что, повозите? А? Повозите, сфотографируемся. 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 Я поснимаю. Ну, пойдемте в зал, наверное, там, видишь, видишь, Виктор, ага, и что там дальше, чайки я здесь сделаю? Минутку купаю. Он говорит, духовные пути, называется выставка, духовные пути, выставка называется. Да, вот человек тоже объехал и в буддийских странах, и в мусульманских, и в славянских, и вот очень многие, знаете, картины, храмы в том числе и православные написаны, и атрибутика, и буддийская есть, и православная. Так, тут кто-то есть живой? Сейчас Марина придет, она сейчас минуточку купит. Да, это картина. Франция, Андрия, Модерна, Рига, собор Святого Петра. Это тоже встречи. Франция, Андрия, Модерна, Рига, собор Святого Петра. Вот, вот, вот. Вот это, вот это. Подожди. А с этой стороны зайди. Свет, чтобы полностью он не спадал. Нет, я думал, выйдем вот сюда подальше, еще подальше. Картина дальше. Ну, колоныш, он не может подать. Вот так, не сказал. Так, ну, насколько близко. Ну, я и так и так сделаю. Володь, что, сфотографировалась? Несколько раз нажимай. Один раз нажми. Вот, еще раз. Вот. Можно сразу позицию. Так, теперь с этой стороны сделай так, Марина, чтобы попали вот эти вот красивые. Вот так встань. Вот отсюда. Что-то вы какие-то не нравитесь. Игнатьев, ну что-то уж совсем надо с корячкой. Ой, а что отключилось, Володь? Не знаю, что у нас отключилось. Еще раз нажать надо. Игнатьев Игнатьевич, батарейки сели, видимо. Ну, ладно, тогда все. Батарейки у меня сели. Я взял батарейки запасные, но уже тут все. Спаси Христос. Ответ Марина все. Спроси там вопрос-то о золотыхе. Еще началось-то с ним. Да. Бывает незначительное, маленько, а дальше уже паутинка пойдет в ниточку, а ниточка в канат. Не надо пренебрегать ничем. Самое бывает иногда незначительное событие. А оно откроет такое. Вот заметьте, люди тянутся к своему, что-то нравится. А Христос говорит, не забывайте жену Лотову. А при чем же на Лотову? Это же не Пизанская башня упала. Нет. Она обернулась. Больше она ничего не сделала. Сказано было, не оборачивайся. А она обернулась и превратилась в стильной стол. Если ты пошел на добро, не оборачивайся. Нелегкий путь прибежит. Все время, если отдираться и идти вот так далеко не уйдешь. Господь говорит, ненадежен, кто взялся за плуг и оборачиваться назад. Там впереди меня межа ждет. Я до межа должен дойти. И теперь только вперед и вперед. Вот вам нужно все время работать в вашей работе. Что еще можно сделать? Такое, чтобы действительно к небу это вернулось. Иногда люди любят веселье на один день. А какие последствия даже не думают. Легкомысленно знакомство заводят. А надо смотреть. Талант данный мне, я его развиваю. Нахожу людей, которые помогают его развить. А мы молимся. Господи, помоги мне сегодня обнаружить все мои таланты. И пошли добрых помощников, наставников и советников. Это молитва. И вы никогда не будете ощущать, что я достиг вершины. Я как будто сегодня только начал. Я 53 года работаю с полной отдачей. Но мне кажется, я бы это не начинал даже. Настолько великое поприще. Что мы сделали? Вот так вот проехать. Это невозможно сделать. Потому что сначала надо иметь то, с чем ехать. Как мы приезжаем. Какие встречи, что. И как будто бы не делались. Вспоминаешь, как во сне все прошло. Никто в это не верил. Это невозможно. Собака искупалась в одном океане. А теперь, к другому, от Тихого до Атлантического. Да и мы-то везде были. Какие люди. Бог. Как. Да. Да. Потовance, вы так сделал? Да, уже просто. Если будет у вас желание встретиться с народом, рассказать о вашем здании, что оно было судебное, и как самое малое, чтобы я была пренебрежена в человеке, а у меня талантов никаких нет, и бывает руки опускаются, вы скажите, мы можем устроить эту встречу на эту тему. Никогда, нигде не пасуй, если выражение, оно не христианское, Наполеон говорит, главное вязать в Сандераку, а там видно будет. Мимо не проходи, этот лозунг. Я вижу, не так. Подошел, сказал, стоит молодежь, идут, ругаются. Я подошел, а вы кто такие будете? Студенты, пятого курса мединститута. А в какие сломатризма судить? А у врача-то лекарство, знаете, это фармацевт, это ланцет, резать-то и слово, а у вас третьего-то и нету, все резать-дорезать. А бывает у человека утешительное слово, сказанное во время пустяки, и оно даст ему надежду. Вот так. Я говорю, что если будет такое желание, ну, как-то события подвернутся, я совершенно рядом живу. Прям-то как я перешагнул улицу, я уже с вами рядом. Перед народом выступить и рассказать. Взирайте на Господа нашего Иисуса Христа, претерпевшего смерть. И со Христом мы все сможем. Поэтому у нас, спрашивайте, какие у нас враги? Я говорю, главный враг, это посмотри в зеркало. Дальше, сатана, дьявол свержен с неба и мир, который вот это засасывает, вот эта неверность, все измены, все, что душа отвергает против совести. Дашь его вызов. Спасибо, Готин. Спасибо, Готин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Так что для меня это не просто сдали. В каком это году? В 86-м. В июле месяце. Я политзакрещенный был по религиозным делам. Это Бог так сделал. Я привез книги и подарил. У меня 38 книг вышли из печати. Хорошо. У вас теперь до утра. Ну, до свидания. До свидания. Всего доброго. Ну-ка сюда посмотрим. Давай-ка. Вот оно где. Смотри. Государственном музее. Но меня выводили не из этих дверей, а там другие, с заднего хода. И теперь давай маленечко пройдемся вот сюда вот. Вот. Смотри, где литература, искусство. Немножко тут пройти, вот так посмотреть еще. В 2012 году. Вот она, в 39-м. Моя ровесница. Первый владелец, зоопромышленник, Алла Ровский. Охраняется государством. Вот так. Ну и все. А мы тут живем прямо рядом. Отсюда можно наш дом увидеть даже. Что в музей? О, свою аппаратуру поговорили. Маленько я все-таки слышал. Да, неплохо слышал. Так-то Виктор Андреевич мне подарил такую игрушку. Вот тут меня вывозили в 86-м году. Наших людей тут было много. Отовсюду съезжались люди, которые знали. Вот так. Господь и Бог наш. Он все делает так. Вот оно посвекает. Можно будет прочитать? Угу. Как оно все устроено. Так, сейчас я посмотрю. Тут тоже все понаписано. Ага. Как показать, что все работает. Ну, мы той дорогой прошли, мы можем этой дорогой пройти. Другой. Рядом тут опь. Прям рядом совсем. Через это только проехать. Можно пройти пешком. А тут портальные краны стоят. Вон они. Видишь, какие огромные. Угу. Это, ну, опьи рядом, потому что. Видно. Вон большое здание. Я не знаю, что они там означают. Портовые какие-то здания. Многоэтажки. Это Барнаул. Это сегодня у нас 2 марта 2015 года. Вот. Милицейские машины тут. Вот они здесь. Показать надо. Вот это. Вот оно здание это. Меня, видимо, вот в эти двери выводили. Вон оно где. А тут стоял туалет у них. Деревянный. Вот оно где. Это вот они и есть эти двери. Вот так и было. А направо, тут где держали, были клетушки. Там нас держали. Называется боксы небольшие. Они там кучей кто привозили. А меня отдельно. И напротив меня все время вот так на вытяжку стоял солдат. И чтобы не давать ничего. Никто не подошел. Ну вот так. Слава Богу. Вон написано речной порт. Да, я уже снял. Видишь как. Барнаул. Сегодня у нас понедельник. А из-за чего началось-то? Из-за того, что сестра наша работает тут секретарем. Марина Геннадьевна. Добунова. Жена Игоря Добунова. И вот, говорит, вы видели фотографию нашу, где с Золотухиным, Валерием Сергеевичем. Мы сфотографированы там были-то. А потом дальше один вопрос, другой, дальше я ответил. Тут уже у нас стоит. Заинтересовались. Ну и решил я сегодня сходить. Подарить кому-нибудь. Приняли они нас хорошо. Все уходит. Приняли.